Еврозона У нас уже давят и гасят сепаратистов и существует официальное заявление министра МВД Франции по беспорядкам и этот бедолага, господи, что же ему так не повезло-то, представляете, войти в историю как человек, который колониальное восстание давит. Жеральд Дарманен объявляет и официально, вдумайтесь, это министр внутренних дел, говорит, что Азербайджан виновен во всем. Как виновен Азербайджан и на чем вообще строится обвинение? Значит, некоторое время назад, когда только беспорядки начались, сепаратисты, там у них где-то происходит голосование в парламенте, они что-то там хотят, у них история сепаратизма, она насчитывает уже определенные годы. И сейчас придумали отдавать иммигранты, которые туда прибывают, будут тоже голосовать, принимать участие в жизни. И за всеми этими политическими вещами вдруг люди выходят на улицу. Владимир, я правильно понимаю, что вокруг этого основные споры и распри развернулось? Вокруг того, что хотели предоставить возможность голосовать людям, которые приехали в Новую Каледонию в течение последних 20 лет, точно сроки временные, не помню. И подразумевается, что эти люди вряд ли будут на референдуме и как-либо еще выступать за независимость от Франции. А коренные жители не очень были этим довольны, что вот типа голоса размываются. Это то, что вот я понял из этого конфликта. Поясните. И так и не так. И так и не так. И так и не так, потому что, давайте так, когда человек прожил на определенной территории, полностью интегрировался, вошел в жизнь и он еще поражен в правах, он не может, например, участвовать в избирательной кампании, то это получается действительно общество расслоено на несколько сортов. И во многих странах есть принципы, по которым предоставляется гражданство. Так вот, для того, чтобы в Каледонии стать, вы же автоматически становитесь французом, вы же можете после этого во Францию ехать и жить там. То есть, это такая лазейка и чиновники, если захотят, они выдадут французское гражданство и это откроет еще один поток мигрантов изо всех регионов. Там филиппинцы, индонезийцы, кто только туда не побежит. И Франция, на самом деле, как раз континентальная Франция, большая земля, она против того, чтобы предоставить право. И движение сепаратизма, оно как раз усиливается благодаря приезду не коренные жители, а вот тех, кто приехали, мигранты. Хотя, если честно, по внешнему виду они мало чем друг от друга отличаются, но тем не менее, там есть какая-то у них тоже расовая или национальная рознь. Но тем не менее, коренные жители как раз, когда голосовали, сколько у них там это было, в 89-м году, тоже были беспорядки. В 89-м году начались вот эти вот первые официальные сепаратистские движения и тогда закончилось как? В 89-м году, что через 20 лет вы можете еще раз провести референдум и решать там с интервалами каждые два года, вдумайтесь. То есть, колония говорит, мы хотим выйти из колонии, говорят, да, давайте разбираться. В общем, погасили это первое восстание, но это оно не первое на самом деле было. После чего договорились, что успокойтесь, через 20 лет еще раз об этом поговорим. Вы знаете, даже где-то есть логика в этом. Через 20 лет с интервалами два года проведете референдумы. Баку очень в жесткой форме делает несколько заявлений по отношению к Франции. И заявления, которые делает Баку, они звучат примерно так. То есть, если в ноябре прошлого года Баку говорила, перестаньте тут поучать, перестаньте разогревать конфликт на Кавказе поставками оружия. Вот вопрос, что же французам надо? Что же французам надо? Что же им так не сидится? Это комплекс неполноценности, именно в политическом смысле слова. Политический комплекс неполноценности непосредственно Макрона, которому везде, где какой-то конфликт есть, нужно показать себя. Или это планомерный подход Запада, который разделил по секторам влияние. У вас здесь очень хорошее посольство, у вас налажена работа, у вас здесь присутствует хорошо разведка, это ваш регион, делайте великое дело для Запада. Мы единый Запад, мы сад, мы все неоколониалисты, в крайнем случае будем действовать через глобальных игроков в размере больших корпораций. И тогда зачем британцам и французам конкурировать? Ну, если вы уже договорились с местным руководством, то зачем нам это делать? Мы просто делаем все вместе против России. Вот здесь подбрюшья России, здесь националистические протесты против России, здесь начинается игра Россия-Китай, нужно клин между ними вбить. И Запад, конечно же, технологически уже не так, что американцы всем дыркам затычка. Неправда. Американцы четко, например, британцам определили определенную миссию на Украине. Американцы четко определили, какой кусок земли Украины принадлежит Нидерландам, а какой Германия. И кто чем занимается. Эти занимаются прослушкой и вырабатыванием в радиоэлектронной борьбе определенными вещами. А вот эти занимаются непосредственно кураторством СБУ. И так они действуют везде. Это достаточно сильный механизм. То есть, говорить, что они сволочи и все с этим закончили мы. Нет. Это очень сильный механизм. Плюс финансирование НКО. И если посмотреть, как Запад освещает всегда, то всегда есть хорошие и плохие, всегда Запад хороший. Ну, а что ему себе плохо говорить? Ну, в принципе, глобально эта игра идет. И если говорить о том, что какая-то там новая Каледония 25% запаса планетарного никеля, то пусть лежит. Ну, пригодится. Знаете, похороны надо справить, а вот и покойник нашелся. Поминки надо провести, а вот и покойник нашелся. В хозяйстве и мертвый пригодится. И вот по этому принципу, ну да, вроде как субсидии из Франции идут в новую Каледонию. Ну, если посмотреть, что там 25% запаса мирового никеля, то понимаешь, о чем идет игра. И теперь, Юрий, к вашему вопросу по поводу сепаратистских настроений и вот по технологии выборов и прочему. Но здесь один маленький нюанс. Я прям на секунду из Франции должен прыгнуть в Британию, чтобы объяснить определенную вещь. Помните такие события вокруг Фолклинских и Малвинских островов? Ну, была война, Аргентина, Британия. Где Британия, где Фолкленды? Ну, что им там надо? Ну, уже откажитесь вы от этих Фолклендов. Ну, отдайте действительно Аргентине. И что говорит коренное население Фолклендов? Почему сейчас и в каком контексте это вспоминаю, сразу сейчас будет понятно. Захожу я в поисковую машину и ищу, как прилететь дешевле. Ну, допустим, мне нужно там лететь в Берлин-Неаполь. И билет стоит, это 2016 год, билет стоит аж 10 евро. Вдумайтесь, билет на самолет Берлин-Неаполь. И ты можешь купить билет на самолет прям за час до регистрации. То есть не то, что там, знаете, как повышают цены, так научились зарабатывать деньги. Ну, тебе надо, ты же дороже заплатишь. Тебе же надо у нас тут багаж ограничения, доплати 3000 рублей, когда пойдешь на посадку. Ты опоздал на регистрацию, теперь весь самолет будет ждать, пока ты заплачешь эти 3000 рублей за опоздание на регистрацию. На полторы минуты опоздал. Это маразм, который присутствует на территории России от некоторых лоукостеров, которые научились на Западе так деньги зарабатывать. То есть, да я заплачу, можно дороже, но как человек себя буду чувствовать, а не унизительно, что у меня оказывается в руках целлофановый пакет, который запрещено нести. Правило, правило, я понимаю. Но на Западе точно так же все происходило, просто чуть-чуть пораньше. Точно так же самолетов снимали, то есть эти все лоукостеры. А тут вдруг лоукостер без ограничений. Можешь брать с собой 23 килограмма багаж, лети в Неаполь из Берлина за 10 евро. В чем фишка? Где секрет? Отвечаю. Доплачивали за билет по одной простой причине. Потому что в Неаполе на тот момент были волнения. Волнения были каковы. Полиция не могла взять геттовские кварталы под контроль. Там грабежи дошли до такого уровня. То есть, даже местные жители говорят, вот женщина сумочку если несет, то обязательно в сумочке у нее лежит, грубо говоря, символично мелочь и какой-то старый телефон. А настоящие деньги, ну общую сумму на покупку еды нужно в носки спрятать. Потому что 100% проедут кто-то на мопеде, на мотоцикле, сорвут сумочку, обрежут. При этом все вооруженное. То есть, это не просто, знаете, сдернули и поехали дальше. Да нет, пистолет достали, голове поставили, сумку забрали. Наркотики зашкаливающие. Какой-то бандитизм зашкаливающий. И там была проведена практически войсковая операция в Неаполе. То есть, брали под контроль этот геттовский квартал и зачищали, поэтажно заходили, смотрели, что там творится. И после того, как подавили вот эту преступность, Неаполь, городские власти говорят, слушайте, ну нам надо как-то имидж города восстанавливать. Давайте мы субсидируем. Любая столица Европы билет на самолет должен к нам стоить 10 евро, включая багаж. Мы же разрешаем торговлю и временно просим правительство освободить всех торговцев от налогов. Хотя бы на год. Ну, сделай такую специальную экономическую зону, потому что у нас бандитизм зашкаливает, нищета. Дайте нам, пожалуйста, как-то выжить. И люди действительно полетели в Неаполь просто закупаться. Ну, когда у тебя билет вместе с багажом. И вот к чему я это про Неаполь. А теперь представьте себе. 10 евро для меня был самый дешевый билет. Берлин-Неаполь. И я захожу вот в поисковую систему, и мне реклама подсовывает, что есть еще дешевле билет. И этот билет непосредственно из Британии на Фолклинские и Мальвийские острова. И стоил он ровно 1 фунт стерлинг. И правила были очень простые. Ты, когда приезжаешь туда, на острова, ты должен обязательно прописаться. Это условия покупки, чтобы получить вот эту субсидию. Ты покупал билет, он стоил 200 фунтов стерлингов, но тебе 199 возвращали, если ты соблюдал эти условия. Вдумайтесь, билет туда и обратно, где Аргентина, где Британия. Один фунт стерлинг. И смысл простой. Ты должен зарегистрироваться. Период времени ограничен. Оказывается, выборы муниципальные были аж на 3 месяца растянутые. И в течение этих 3 месяцев, если ты приехал, ты обязан был как турист зарегистрироваться, прописаться. Ну, знаете, это такая... Иногда даже есть туристический сбор в некоторых странах, в некоторых городах. И все это правильные вещи. Это все экономика. Но когда тебе говорят, что ты имеешь право принять участие в местных муниципальных выборах, и тебе вернут 199 фунтов, если ты покажешь бумажку, что ты принял выборы, то ты понимаешь, что происходит. Самолетами туда перегоняют людей, которые откровенно, честно, ехали просто побухать. Побухать, потому что на этих островах делать нечего. Там нету водопадов, там нету гномов, там ничего красивого нет. Ну, поехать туда за 1 евро, провести время бесплатно в гостинице, пойти проголосовать, молодняк побежал. Молодняк побежал. Что сделали британцы таким хейтером способом? Оказывается, самоопределение острова в этот момент происходило, и нужно было сформировать. Вот когда я говорю о репрезентативной демократии, значит, вы приехали, избрали муниципалов, муниципалы избрали администрацию, а администрация, что у нас делает? Точно такая же система избирает кого-то там. В Каледонии 25% никеля всей планеты спрятано в недрах. Может, там еще что-то есть. Может, там кокосовые деревья, какао, бобы, кофейные плантации. Все это может быть. Но существует местное население. Местное население давным-давно, вот как резервуары я сегодня уже вспоминал, и латинские, и североамериканские. Местное население и есть белое население, непосредственно приехавшее из Франции и частично там когда-то из Британии. И не забывайте, пожалуйста, еще, что на этих островах все-таки дженерал-комиссар, это называется, генеральный комиссар назначается президентом Франции. То есть, компрадоры в прямом смысле слова. И есть единственное что, это муниципальное управление. И вдруг большое количество людей из Франции приезжает, а там население гулькин нос, 200 с копейками тысяч. И местные люди говорят, подождите, подождите, что происходит? Что-то тут приезжают вот эти не местные, которые гастарбайтеры приехали, ну и поселились здесь, там 20 лет живут. Не люди, которые здесь живут давно, а тут что-то на каникулы как-то зачастили французы, и они уже могут в выборах принимать участие. И тогда понятно, что любой референдум о отделении провозглашения независимости, он придет под французской эгидой, а не под эгидой самоопределения народов. И в этом отношении сама технология, она понятна. И кто-то говорит в парламент, там есть парламент, там все есть, и говорит, а давайте-ка мы будем вот без вот этих прилетающих сюда туристов как-то голосовать, не надо сюда напихивать нам французов. И как началось, поехало и пошли. Погромы. В общем, вот восстание. Давайте так, когда восстание, власть включается, власть гасит восстание. Логично? Логично. А теперь возвращаемся на секундочку из Новой Каледонии. Мне очень понравилось, как Азербайджан ответил. Занимайтесь своими региональными проблемами. Там, кстати, настолько все серьезно. Я думаю, не только послов отозвали. Все-таки Азербайджан и Франция могут дойти до того, что они разорвут отношения. Разорвут отношения. Потому что та риторика и то, что делает Франция по отношению Азербайджана, это политически высокомерно и нагло. Никакой симпатии к Франции в этом случае нет. Азербайджан говорит, займитесь своим делом. И еще, вы знаете, у вас там, судя по вашей региональной политике, есть покойники, есть трупы, у вас восстание. У нас этого нет. У нас спокойная, нормальная страна. Мало того, у нас нет признаков, например, Азербайджан, то, что эту тему поднял. Я аплодирую стоя просто МИДу Азербайджана, именно в этом конкретном контексте. Потому что я считаю это очень сильно. Смотрите. Я цитирую. В Азербайджане полностью обеспечены основные права и свободы. В этот момент француз начинает смеяться. Ха-ха-ха-ха. В Азербайджане права и свободы. Читаю дальше. Дословно. Это пресс-секретарь Азербайджанского МИДа. В отличие от Франции, где грубо нарушается, еще раз, в отличие от Франции, где грубо нарушается права человека. Во время беспорядков гибнут протестующие. Факт. Подтверждаем. Широко распространены. Исламофобия. Есть исламофобия. Макрон вообще принял закон. Он вообще войну объявил исламу. Нападение на мусульман. Подтверждаю. А также антисемитизм. И еще азербайджанский МИД потребовал от Парижа извинений. Так вот, дорогие радиослушатели. А ведь цифра, это у меня цифра только за 21 год. 40 тысяч еврейских семей покинули Францию, потому что атмосфера антисемитизма, она больше, ну, невозможно выдержать этот антисемитизм. Когда говорят о каких-то антиизраильских демонстрациях, это сейчас газа, это сейчас происходят события трагические. А в 21 году почему вдруг во Франции 40 тысяч евреев посчитали, что они больше находятся вне зоны безопасности и должны покинуть Францию? Да потому что там бытовой антисемитизм зашкаливающий. Зашкаливающий. И это говорю не я, там, знаете, не бытовой там свастику нарисовали на еврейском ресторане. Нет, там все по-другому. Это связано с арабским миром, безусловно. Это много с чем связано. Но это связано с бездействием французских властей. И когда Азербайджан действительно, знаете, как, вы что думаете, во Франции кто-то это услышал? Минстриму не дали команду ФАС, чтобы напасть на французов. Но это правда. Статистика говорит, если евреи убегают из страны, значит антисемитизм. Значит, второе. Исламофобия. Это правда. Это правда. Во Франции запрещены, Макрон это ввел прямо к директиву, запрещены финансирования. Они должны быть внешне прозрачными. Кто финансирует НКО, связанный с исламом. Панический страх. Но все не так просто. Давайте снова попробуем уйти от азербайджанско-французских отношений, которые находятся в стадии, ну, действительно, ноль. Я понимаю в данном случае вообще вот даже требования Азербайджана, чтобы французы перед ними извинились. При этом сепаратизм это одно, а избавиться от колониального режима, где тебе назначают верховного комиссара, это уже совсем другое. И тут на голову выше выглядит Азербайджан. Давайте, я не хочу сейчас сравнивать строю, там еще что-то. Азербайджан выглядит круче. Но я хочу оторваться вот именно от разборки Азербайджан-Франция. И если в Азербайджане выступают люди, которые поддерживают самоопределение, а не сепаратизм, в Новой Каледонии и выступают в парламенте, и им там аплодируют и говорят, молодцы ребята, что приехали, слушайте, может вам чем-то помочь, то имеют право. Это демократическая деятельность, уважайте ее. Но тем не менее, я думаю, Франция будет расценивать это, как нападение на собственную территориальную, между прочим, целостность. И я думаю, французская разведка сейчас очень сильно напряглась. Но мы пойдем дальше, дорогие друзья. А ведь Азербайджан очень близок с Эрдоганом, с Турцией. Языки у них близки, тюркская группа. И взаимоотношения это часто. В Турции встречаешь огромное количество людей, которые прямо на выходные пролетают из Азербайджана, улетают, просто работают. Ну, в общем, у них близкие отношения в любом случае. Азербайджан-Турция. И как-то вот так понимаешь, что когда Турция вдруг сейчас несколько раз демонстративно встречилась с Мицетакесом, премьером-министром Греции, ощущение, что вот-вот Кипрский на самом деле остров будет легализирован, как-то договорятся. По крайней мере, иллюзия это сейчас существует. Может, это действительно мираж, не знаю. Но опять снова Эрдоган встречается с греками. А ведь совсем-совсем недавно в Еврозоне я говорил о том, что в течение месяца 200 раз турецкие истребители, правда, баражировали, но тем не менее, вторглись в воздушное пространство Греции. А Греция заключила двустороннее соглашение с Францией. Вот есть большой альянс НАТО, но ведь когда в НАТО один на другого нападает, и конфликт уже был внутри НАТО, Греция, Турция, то как-то Греции никто помогать не будет. И когда у вас 200 раз самолеты баражируют, враждебные заходят, то в этот момент корабли набирают специальную скорость, и так одна волна, вторая, третья, чтобы перевернулся вот этот остров, с которого бурят и пробуют там разведать, есть газ или нет возле греческого какого-то острова. А турецкие корабли проходят мимо. В этот же момент греки отправляют 140 раз, и их самолеты тоже вроде случайно влетают в воздушное пространство Турции. Мол, греки пока что, а мы не хуже. И в этот момент Франция заключает двустороннее соглашение с Грецией о военной помощи. Они создают военные альянсы. Если Турция вдруг с Грецией будет воевать, Франция поставляет плечо. То есть полностью войска, все как надо. Франция подписала этот договор. Он как-то тихо и незаметно прошел. Дальше Франция посылает корабли и самолеты в Грецию в этот момент в противостоянии Турции. И когда мне кто-то сегодня из Франции начинает рассказывать, ой, там русские уши торчат. Серьезно? Из Азербайджана русские уши торчат? Правда? А я думал, что не русские. Я думал, что турецкие уши торчат. И в этот момент я понимаю, почему Греция, например, под давлением Франции или под давлением США, говорит, вы знаете, а нам комплексы Патриот, которые вы требуете, чтобы мы на Украину переслали, на самом деле они нам нужны. Вы нас разуете, а у нас тут турецкие самолеты в небо заходят. И Эрдоган предпринимает дипломатические усилия. А медицинская идет на эти дипломатические усилия. Они встречаются. Они разговаривают. У них только что была встреча. Они пробуют договориться друг с другом. Я понимаю, что поговорка о том, что если два брата утром проснулись и подрались, значит, в их доме ночевал британец, я бы ее расширил. Евросоюзовец, представитель Запада, представитель вот этого сада. Если он у вас в доме переночевал, считайте, что вся семья передралась.